Уважаемые коллеги, обещания нужно исполнять. Вы помните, мы в апреле этого года на заседании Совета по развитию институтов гражданского общества с вами разговаривали на одну тему, которая волнует очень сильно наше НПО, а именно законодательная база и практика применения этого законодательства. Не только сам закон, но и практика применения. Я поручил создать рабочую группу, в которую вошли члены Совета по правам человека, члены общественной палаты, ну и сотрудники, соответственно, администрации президента, Государственной думы, аппарата, как я понимаю, Совета Федерации, то есть наши законодатели, и Министерство юстиции. В результате были выработаны определенные предложения, которые легли в основу законопроекта, представленного мне на рассмотрение и внесение. Я кое-что коротко прокомментирую для вашего сведения, тем более, что вы работали над этим документом. Вы знаете, что 90% наших НПО это маленькие, а всем такие НПОшки, небольшие организации, у которых объем оборота не превышает 3 миллиона рублей. Ну и, собственно, штатная численность там тоже небольшая, несколько человек. В то же время они пудами там носят эту отчетность, и, конечно, это не способствует эффективной деятельности этих организаций. Поэтому, посчитав, что такая отчетность обременительна, есть предложение эту отчетность упростить. То есть будет достаточно просто уведомлять регулярно государство о том, что организация продолжает свою деятельность, что она не умерла, ну и что она хочет дальше работать. Это первое. Второе, что предлагается сделать, ограничить перечень документов, которые органы власти вправе запрашивать у некоммерческих организаций. Третье, по проверкам. Мы часто говорим про проверки малого бизнеса, значит, и здесь предлагается уменьшить количество проверок. Их, как и малые предприятия, предполагается проверять не чаще, чем один раз в три года, что будет справедливо и по, так сказать, количеству людей, которые там работают, ну и просто по объему деятельности, которая там проистекает, по объему денежных средств. Ну и, наконец, будут сокращены сроки рассмотрения регистрационных документов. При этом те инициативные группы, которые допустили ошибки при подготовке соответствующих документов, они в этом случае не будут утрачивать право на исправление этих ошибок и повторную подачу, что было предусмотрено и что сейчас предусмотрено действующим законом. На мой взгляд, это достаточно серьезные изменения в законодательство об общественных объединениях, в том числе о неправительственных организациях. Я этот законопроект считаю правильным и внесу сегодня его в Государственную Думу для рассмотрения. Но при этом полагал бы разумным, чтобы рабочая группа, которая здесь частично, как минимум, представлена, продолжила работу по модернизации законодательства в этой сфере и вообще в области развития гражданского общества. По модернизации этого законодательства, ну и по контролю, по мониторингу общественному применению этого законодательства, что, на мой взгляд, тоже не лишнее. Ни одна прокуратура за этим должна следить, вы тоже, как представители общественных объединений, должны это делать. Еще одну тему я хотел бы обозначить в этом составе, она напрямую, может быть, не связана с законом об НПО, но, тем не менее, она тоже связана с развитием гражданского общества. У нас уже несколько лет некоммерческие объединения получают государственные гранты на реализацию так называемых социально значимых проектов. В 2009 году на эти цели запланировано 1,2 млрд рублей. В общем, деньги достаточно немаленькие. Основные направления – это образование, культура, охрана здоровья. Это, в общем, наши постоянные приоритеты. Но мы понимаем, что сегодня жизнь несколько сложнее, чем была. И основной проблемой для значительной части людей, и, к сожалению, для молодежи в том числе, является безработица или отсутствие постоянного источника дохода. Это серьезное испытание, особенно тогда, когда ты только что закончил университет, ну, или когда у тебя там какие-то другие обстоятельства сложные. Причем есть люди, у которых и физические возможности просто существенно ограничены. Поэтому я в рамках тех решений, которые принимал на эту тему и буду принимать, решил предоставить всем уполномоченным неправительственным организациям, которые получают соответствующие вот эти гранты для последующего распределения, право оказывать прямую адресную поддержку отдельным гражданам. То есть не тратить это на общие программы, они, конечно, тоже нужны, и мы продолжим этим заниматься, но оказывать прямую адресную персональную поддержку отдельным нашим гражданам. Речь, конечно, идет о выпускниках вузов, о молодых талантливых людях, изобретателях. Но не только, значит, это в конечном счете должно быть по усмотрению самой организации, но при наличии должного контроля, конечно, потому что это государственные средства, и этот контроль должен быть обеспечен. Я в этом смысле обращаюсь и к администрации с тем, чтобы этот контроль был налажен. Я надеюсь, что это будет таким солидарным вкладом государства с одной стороны, а с другой стороны наших неправительственных организаций, общественных организаций в работу по преодолению социального спада, по преодолению социальных последствий экономического кризиса. Вот два решения, давайте обсудим.